Так, сегодня солнце, потому что я вчера хотела в бассейн платить, но вчера почему-то не было солнца, было тучи видели, сегодня солнце, сегодня не было, так что я не могу дождаться пойти на работу, после работы пойти на фитнес, а после фитнеса пойти на бассейн загорать. Я не знаю, просто я люблю загорать, это так расслаблять, знаете, так лежать, на солнце так тепло, и потом ветерок такой прохладный дует, и потом мурашки появляются, и потом ты идешь в бассейн купать, куда-нибудь валяешься, слушаешь музыку, иногда даже так хорошо просто заспаешь, я думаю, я, наверное, засну после работы и еще тренировки, и бассейн я, наверное, буду там отдыхать. Да, так что я не могу дождаться. Все, потом, наверное, собираться. Не знаю, у меня такое ощущение, что я растолстелась, или мне кажется, я себя на данный момент не чувствую хорошо в своем теле, мне кажется, наверное, потому что в последние дни немножко ела неправильно, может быть, поэтому у меня такое ощущение, что я растолстелась. Да, так вот, не знаю, надо сегодня срочно тренировку пойти, и... Я не знаю, у меня реально, меня очень беспокоят мои волосы, они вообще не растут, они очень медленно растут, за все это время, что я здесь, они так мало выросли, или это нормально, мне кажется, мало, я не знаю. Я уже всякие разные таблетки пью, специально для волос, я специальными маслами пользуюсь, я их не так часто мою, фенами их тоже, то есть они у меня натурально сушатся, я не знаю, что делать, мне это как-то немножко беспокоит, потому что я хочу красивые длины волосы. Я хочу красивые волосы. У меня мой тет волос уже вырастает, мне так нравится, что мой тет волос вырастает. Мне мой тет волос очень нравится, я не знаю, почему он мне раньше не нравился, он мне очень нравится, и да, я хочу, чтобы он у меня быстрее вырос. Так, пойду теперь одеваться, краситься, немножко накрашусь на работу, так как я после этого сразу пойду на фитнесе, я сильно краситься не буду. У меня нереальный бардак в комнате, не обращайте внимания. Кстати, здесь вот кучка моя, это все мои покупки, еще немножко добавится, так что да, надо мне сейчас идти одеваться, собираться, потому что мне еще надо рюкзак собрать. Я так не дождусь в бассейн пойти, вы не представляете, я так, такая классная погода, я уже так давно не загорала, потому что всегда, когда я хотела загорать, у меня времени не было, потому что я с работой, у меня такое тупое рабочее время было, либо солнца не было, и сейчас как, не знаю, уже как-то очень в жопе загорело, хочется загораться, потому что, ну, не скоро, наверное, где-то в ноябре уже начнется холод, в ноябре еще остались пару месяцев, ну, просто, не знаю, это ощущение, как будто я должна много-много-много загорать, потому что скоро это все идет, так что да. Здесь у меня как-то раздражение в последнее время, я не знаю, но у меня уже неделю не уходит. Ну, ладно, давайте, пойду собираться. Смотрите, в таких банках покупают, продают фиш-оэлл, я не знаю, сколько здесь, здесь 300 софтгельс, такая огромная банка, если сравнить с экраном. Да, фиш-оэлл-то хорошо, сейчас тоже, ну, что же сейчас, уже месяца два его тоже беру. Вот. Таблетки мои. Сейчас буду смотреть YouTube-видео, пока еще время есть. Так, сейчас я сижу в машине, собираюсь на работу, пока что еще время есть. Мне совсем немножко ехать на работу надо, так что да. Вот. Так вот, моя рабочая майка. Ужасный цвет напоминает, не знаю, знаете, на Christmas, на такой страшный зеленый с таким красным. Ну, ладно, погода сегодня, не знаю. Хотела пойти сегодня загорать, наверное, пойду, но погода такая стрёмная, то солнца, то нету. Я не знаю, стоит ли мне идти, нет. Я на всякий случай взяла еще вещи для спорта, потому что если я решу не пойти в бассейн, я пойду на фитнес. Так что да, ну еще утро, а еще может все измениться. Следующая машина будет Ford Fusion. Я хочу Ford Fusion. Я думаю, один раз гибрид, всегда гибрид будет. Я очень в восторге от своей новой машины. Мне нравится, что я столько много разъезжаюсь, и вообще у меня так медленно бензин уходит. И плюс заправлять полный бак за 20 долларов и разъезжаться больше, чем на простой машине. Я думаю, нет. Просто я хочу перейти через год-полтора на гибрид, но, знаете, такой покрасивее. Ford Fusion, он очень такой, вид у него красивый, элегантный, немножко агрессивный. Внутри он красивый, снаружи он красивый, и он гибрид. Это просто машина, не знаю, вау. Просто вот, загорая, лежу. Прикольно, тут кто-то возле меня поставил телефон с музыкой. Каундри. Лежу, слышу, так приятно. Как раз для релаксации. Покуда сегодня хорошая, так что решила позагорать. Так. В бассейне никого нету. Почти вообще пустой бассейн. Смотрю, моя хоть и погода крутая. Ну, мне зато лучше лежу, загораю. Я все еще в бассейне. Хвастаюсь вам вообще, какая погода у вас. Расскажите вообще, кто меня, откуда, где, что смотрит, какая погода у вас. Мне было бы очень интересно. Так что, да. Надо наслаждаться. Пока солнце хорошее. И раз я уже в Техасе, то надо по полной программе использовать это солнце. Я бы, конечно, очки сняла бы сейчас, но я ничего не вижу. У нас уже в шесть. Приехала я в четыре. Два часа я здесь провалялась. Наверное, до конца еще останусь еще два часа. Где-то через час-полтора пойду собираться. Да, и поеду домой на мои суперновые экономичные машинки. Я реально довольна, что я эту машину продала и что мы купили этот Prius. Потому что эта машина просто удовольствована не ехать. Не задумываешься о бензине. На ней просто разъезжаешься и все. Это очень классно. Мне это очень нравится. Так что, да. Наверное, я там все. Пойду дальше загораться, дыхать. И увидимся, наверное, уже в машине или в переодевалке. Короче, потом. Так, я решила все-таки я пойду на улицу. Я пойду немножко по магазинчикам. Хочу себе посмотреться. Мне нужны лифчики, если честно. И вообще-то хочу посмотреть, какие есть скидки, где что. Вообще, что, как, где висит. Спортивные лифчики. Я еще хотела бы себе посмотреть спортивную обувь какую-то. Потому что моя обувь для тренажерки, она уже рвется. Так что, на мне просто одета моя майка, которую я купила в магазине H&M в Германии за 5 евро. Нирвана. Простые такие вот шортики. Да, это все. Макияж ничего особенного. У меня просто тональник, брови, ресницы. Ресницы и все. Так вот я выгляжу. И да, поеду, посмотрим, что я такое вот увижу. Потому что мне сказали, почему губы у меня сухие летом. Это может быть из-за конденсионера, что везде здесь конденсионер горит. Потому что у меня горит, работает. Потому что мне реально очень губы сухие. Особо на утром, когда просыпалась, они такие сухие, что они даже болят. И на улице жара. Я знаю, что у меня губы всегда были сухие зимой. Но это понятно, зимой холодно, литер. Я всегда любила лизать губы. Но почему в жару они сухие? Вот это мне интересно. Так, все. Собралась. Так, моя сумка. Птичку закроем. И пойдем. Кстати, сандалии я одену, знаете, какие? Вот эти вот. Я их просто обожаю. Это такие яркие, красивые, неоновые сандалии. Прям даже на стене поднимают, когда на них смотришь. Кстати, хочу сказать, слава богу, я избавилась от старой машины. И мы купили Prius. Знаете, я не хотела покупать Prius, потому что мне просто ужасно сильно не нравился по виду. И я хотела красивую машину, которая по виду мне нравится. Ну, такой вот этот человек. Кому-то нужна машина просто хорошая, экономная, чтобы разъезжаться. А я хотела красивую машину, чтобы, ну, не знаю, чтобы я смотрела, и она мне нравилась. Поэтому долгое время я Prius не хотела. Но потом, когда все это, ну, не знаю, не то, что проблемы начались, но просто, когда видишь, как быстро бензин уходит, и это реально на тебя давит, когда ты хочешь куда-то пойти, поехать, а ты знаешь, что это невыгодно, потому что ты больше потратишь бензина доехать, чем вообще то, ну, чем то, что ты хочешь. И потом сидеть дома, и просто сидеть дома, торчаться, и не знать, чем заняться. Понимаете, в Америке здесь все надо на машине делать. Я даже за простыми вещами, как и в Германии, не могу сходить пешком. Абсолютно не могу. Сейчас купили Prius, я думаю, после Prius больше другой машины, кроме гибрида, у нас не будет, по крайней мере, у меня, потому что это реально классно. На этой машине я разъезжаюсь без проблем. И знаете, мне уже как-то намного легче стало находиться, скажем, здесь, в Америке, в моем страшном городе, потому что машины экономные, я могу на ней передвигаться, как я привыкла в Германии, пешком, например. Я не привыкла сидеть дома, потому что, не знаю, слишком дорого на машине туда съехать. Я привыкла, хочу, вышла, все, и это было, это очень давило, знаете, на настроение, когда ты просто сидишь дома и не можешь ни пешком выйти, ни на машине. Хотя я могла, но, знаете, это не так, как в Германии, что я везде всегда пешком, а здесь всегда думаешь, сегодня я пойду в магазин, я буду по пути. Вот этот магазин, заеду сразу в него, чтобы завтра отдельно не ехать туда, понимаете, вот так вот думать, чтобы экономить бензин. И выходило, что очень часто я себе в чем-то отказывала, именно вот выйти из дома, куда-то пойти, и это очень влияло на мой настроение. Так что сейчас с машиной новой я вообще, я счастлива, я себя намного лучше ощущаю сейчас в этом городе. Плюс еще работа, как-то свои деньги сейчас получаю, занята чем-то полезным, учила английский язык, разговариваю с разными людьми. В продевайке я хотела вам показать, что можно купить за... за какие деньги. За 8 долларов такая майка прикольненькая, типа какой-то фейк Шанель. Такая вот простая маечка. Ну, сейчас что в моде с крестиками, за 9 долларов она спереди короче, сзади длиннее. Потом я такую прикольненькую взяла, красивую блузку за 9. Такая тоже простая, красивая, с сердечками, с бантиком, легкая, по черный лифчик. Потом за 8, как бы такой кардиган, сзади с кожей. Сейчас, конечно, жарко, но на потом. И такая вот, за 12 долларов, но мне очень нравится. Типа кожа, и вот так вот она идет. Красиво буду сейчас все мерить. Здравствуйте, всем! Так, все, я уже еду домой, я уже возле дома почти. Расскажите мне, какую маечку, вы думаете, я купила? Из тех, которых я вам показывала, я одну маечку купила. Увидите видео про покупки. Мне было очень интересно знать, кто угадает. И эта маечка, я сразу в нее влюбилась, и сразу поняла, что я ее возьму, даже не одев ее. Но я просто знала, что я ее куплю, потому что она такая красивая, и она... Я, конечно, обещу больше маек взяла, но я решила, у меня сейчас есть важные вещи, которые надо купить. Например, как спортивную обувь, или спортивные лифчики, или... Я хочу немножко парочек вещей для дома купить. Например, я хочу зеркало себе в комнату, огромное, большое, что на полный вид. Я, кстати, за 50 долларов и дело так, что я куплю. Мне нужен еще стул в мою комнату, так что вот немного чего надо. Поэтому шматье у меня достаточно, голое ходить не буду. Поэтому, да, я немножко решила. Ну, я себе купила крем, кстати. Два крема и один шампунь, а один крем из Польши. Было так смешно увидеть крем из Польши. Вот. Да, я еду и снимаю одновременно. Ну, я здесь уже заехала в наш комплекс, так что медленно еду. Да. Позже пойдем еще мороженое покушаем. Сейчас 7.48. 8.00. Муж из работы освобождается. Так что посмотрим. Пойдем мороженое покушаем. Пойдем мороженое покушаем. Пойдем мороженое покушаем.